Привет всем любителям умных игр! Вы слышите Алёшку Халецкого! А это значит, что вы на канале Лёша играет, и в ближайшие несколько минут я вам буду рассказывать об очередной интересной игре. Не знаю, как вы, а я люблю играть в экономические стратегии, но последняя игра, на которую мы все надеялись, оно 2205 оказалось полной фигнёй, и у нас тут небольшой вакуум образовался, поэтому я решил на новогодние рождественские каникулы поиграть в Тропико, тем более, что меня в комментариях к прошлым видео частенько просили сделать обзор на эту серию, да и Пятая Тропико прошло как-то мимо меня. Ну, давайте начнём с самого начала, тем более, что серия Тропико, серио Тропико, не очень изменялась с течением времени, ну, понятно, визуально изменялась, графически становилось всё краше и краше, но механика игры по-хорошему оставалась всё той же, поэтому я назову это видео обзором серии игр Тропико, а не только Пятого Тропико, и постараюсь людям, незнакомым с этим симулятором латиноамериканского диктатора, живописно в картинках рассказать, надо ли им обращать внимание на эту игру. Первая Тропико появилась в начале 2001 года и сразу обратила на себя внимание именно из-за уникальной атмосферы. Вы латиноамериканский диктатор, который должен вести свой остров процветанию. Ну, процветание, естественно, в кавычках, на самом деле самое главное в игре это остаться у власти, при этом совершенно не обязательно, чтобы ваше население жило хорошо. Главное, чтобы оно вас поддерживало, ну, собственно, прям один в один, как в любой авторитарной стране. В первом Тропико, правда, вы не создавали собственного персонажа, а вам на выбор там давали популярных латиноамериканских диктаторов Фиделя Кастро, Чи Гевару, Августа Пиночета, Антонио Салазара, а, кстати, Салазар это ж португалец. В общем, старт был неплохо и мы получили еще одну замечательную стратегическую серию. Правда, серия чуть не закончилась на второй части, потому что авторы почему-то вместо того, чтобы развивать и углублять тему диктаторов, ломанулись к пиратам. Второй Тропико так и называлось Тропико 2 Pirate Cove, то бишь Пиратский остров. Зачем это было делать, не очень понятно. Возможно, разработчики не хотели топтаться на одном месте, но смысл в том, что второе Тропико было уже не столь удачным и третья часть вышла только лет через пять. Ну да, по-моему, второе Тропико в 2004-м было, а третья часть в 2009-м. И сменился разработчик, Тропико стали создавать болгары из студии Хайми Монт Геймс и, собственно, до сих пор этим и занимаются. И по-хорошему, вот начиная с третьего Тропико, мы видим ту игру, которая дожила и до пятой части, потому что тут и на обложке постоянно этот бородач в очках, который стал логотипом Тропико, и примерно одинаковый игровой процесс, графика стала трехмерной, ну и так далее, и тому подобное. Игровой процесс просто незамысловат по-хорошему. Мы пытаемся всеми силами остаться главой небольшой тропиканской страны, при этом лавируя между крупными мировыми державами. Экономически, в некотором смысле, Тропико очень похоже на оно. В том плане, что нам тоже надо создавать некоторые цепочки, производственные цепочки и потом итоговый продукт продавать. Вначале там это вы сырье продаете, потом что-то создаете, тоже продаете, и за счет этого у вас держится экономика. Правда, в Тропико все это несколько попроще и не особо зависит от количества населения, от ресурсов на вашем острове. Ну, хотя вы не можете везде построить там банановую плантацию, вы должны следить, смотреть, где эта банановая плантация будет приносить больше плодов, но на самом деле, все-таки экономически Тропико не очень сложна. А вот основная фишка и самое главное, за что, собственно, и любят Тропико, это политическая система. Того, чего в других экономических стратегиях, естественно, нет вообще. Смысл в том, что вы должны так лавировать между разными слоями населения, между представителями разных профессий, разных верований и прочего-прочего, чтобы оставаться у власти. Все очень просто. И вначале, конечно, кажется, что ничего в этом сложного, мол, нету. Но поверьте, когда я первый раз вот играл в Тропико 5, дошел, открыл конституцию и решил, ну-ка, сейчас я стану крутым демократом, попринимал все законы, ну, которые соответствуют лично моей политической позиции, я получил 18% поддержки и с треском проиграл следующие выборы. И вот тут тот случай, когда игра нам рассказывает о том, что есть и в жизни. То есть в жизни, если вы внезапно станете президентом какой-то страны, то вы поймете, что нравиться всем невозможно. И даже если вы будете принимать офигенно правильные, по вашему мнению, законы, то, скорее всего, неподготовленное население вас сметет в пылу какой-нибудь очередной революции. И вот тут мы начинаем уже разбираться в Тропико подробнее. Мы начинаем открывать графики и смотреть, сколько у нас верующих, какие законы они поддерживают, сколько у нас милитаристов, какие они законы поддерживают, какие законы им не нравятся. Оказывается, если построить лесопилки, то вы получите прибыль от продажи дерева, но при этом снизится ваша поддержка у экологов. Странно, правда? Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке Двагис. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Двагис, если быть точным. Заходите на сайт двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Когда вы в колониальный период, когда еще нет выборов, когда вы являетесь губернатором, назначенным королем, строите много церквей, то вы не подозреваете, что в итоге у вас на острове окажется очень много верующих людей, и они будут поддерживать совершенно не те законы, которые лично вам нравятся. И это правильно. Игра вот в таких, казалось бы, простых и ясных формах рассказывает нам о политическом устройстве мира. Так как вы диктатор, то вы можете нанять убийцу своему политическому оппоненту. Не удивляйтесь, правда, что это действие снизит вашу популярность, но зато вы останетесь у власти. Да, я соглашусь с критикой, что во многом игра схематична. Но блин, тот человек, который создаст действительно реальный политический симулятор, заработает на этом много денег. Я, например, помню, по-моему, в 2001 или 2002 году я следил за разработкой Black & White от Lionhead Studios и возглавлявшей ее Питера Молиньо. И у них был такой паренек-вундеркинд Демис Хасабис. Я его запомнил, потому что он ушел потом из Lionhead и ради того, чтобы создать собственную игру под названием Republic of the Revolution. И поначалу очень интересный был проект, потому что очень много идей интересных заявлялось будет в Republic of the Revolution. А, собственно, игра должна была быть о революциях, о сменах власти, о такой необычный симулятор политики. Но игра вышла и оказалась полной фигней. Не получилось даже такому мундеркунду, как Демис Хасабис, создать что-то играбельное. Сейчас, кстати, Демис работает в Google над проектом DeepMind. Создает что-то там с искусственным интеллектом, нейронаукой, обучению компьютеров всякому. Ну, в общем, тоже всякие интересные штуки. Кстати, погуглите, почитайте. Но я к тому, что лучше сделать так, как это делали создатели Тропику, лучше схематично, но то, во что можно играть, чем вот как несомненно талантливый и умный гений Демис Хасабис выдать неиграбельный абсолютно Republic of the Revolution. Я не буду очень много дифирамбов петь Тропика, потому что игра все-таки несколько пресновата. Мне, например, веселее все-таки в оно играть. Конечно, не в последнюю часть, а в более раннюю. Просто потому что, разобравшись, как тут все работает в Тропику, становится немного скучновато. И, кстати, сразу предупрежу, если вы будете покупать пятый Тропик, обязательно со всеми дополнениями покупайте, потому что оригинальные, в оригинальной игре очень мало механик. Зато потом повыходила куча дополнений. По-моему, штук 13. Там и Тропика 5 Шпионаж, Тропика 5 Инквизиция, Тропика 5 Генералиссимо и так далее, и так далее, которые добавляли какую-то определенную еще механику. Тем не менее, относитесь к Тропика 5 скорее как не к экономическому симулятору, а политическому, в который вам еще приходится заниматься экономикой, естественно. Режимов игры по-хорошему всего два. Это либо компания, либо песочница. Ну, компания вам дает какие-то задания, и вы на островах их постепенно выполняете. Но я всегда в таких играх больше любил песочницу, когда вы от начала и до конца что-то делаете. Вы можете поставить какие-то определенные виды победы, а можете просто без победы от начала до конца отыграть на острове диктатором. В пятом Тропику сделали еще такую штуку, как династия. То есть вы вначале создаете своего одного альтер-эго, а потом у вас еще рождаются дети, которые с определенными способностями. Ну, это, честно говоря, вообще не особо интересная штука. Просто надо было разработчикам что-то еще добавить в игру, чтобы объяснить цифру 5 в названии. Самое главное здесь это именно различия в политических взглядах ваших жителей, с которыми вы вынуждены мириться, и на которые вы, конечно же, обязаны влиять и изменять их. Зато в игре отличная атмосфера вот этого тропиканского острова. Отличные музыкальные темы. Отличная, кстати, локализация. Больше всего мне нравится, когда мы переходим в эру Холодных войн. Тут начинает по радио вещать диджей, женщина. Ее комментарии мне прям приятно слушать. Их действительно много записано. Как-то не надоедают, не смотря на некоторые повторности, естественно, но это весело. Дорогие слушатели, Холодная война официально закончилась. Поздравляю, мы победили. США и СССР не удалось уничтожить друг друга и все остальные страны в глобальной войне. И я записываю это в свой дневник как победу. И вот когда я запускаю Тропика 5, я действительно себя ощущаю на тропическом острове. Ярком, веселом, бедноватом, правда, но тем не менее на своем тропическом острове. Есть некоторые претензии к интерфейсу. Причем, как ни странно, Тропика 5 разрабатывалась похоже под приставки. И сразу как я ее запустил, она у меня определила, что у меня подключен геймпад. И мне пришлось играть с геймпада, потому что при включенном геймпаде почему-то я не могу переключиться обратно на клавиатуру и мышку. Хотя клавиатура и мышка работают, но все подсказки и так далее написаны для геймпада. Отключать геймпад только ради того, чтобы играть в Тропика 5 мне не хотелось. Но с другой стороны, как ни странно, играть в эту экономическую стратегию с геймпада очень даже удобно. Так что имейте в виду, если вы пользуетесь приставками, то Тропика 5 та стратегия, в которую удобно играть с помощью геймпада. Я не хочу подробно вдаваться в политическую систему игры, потому что она проста, но в ней интересно разбираться. Вам будет самим интересно смотреть, как ваши указы, как изменение Конституции будет действовать на ваш остров и на ваше влияние, и как разные жители вашего острова начнут по-разному к вам относиться. Так что надеюсь, что мой обзор кого-нибудь вдохновит поиграть в Тропику. Ну а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Раз вы досорили до конца, то не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Верующие довольны вашей духовностью, старина. Похоже, нам не удалось произвести впечатление на папу, и он отказался приезжать. И так вы снова одержали победу.